У Гомельской городской жилево-коммунальных господарцы до конца лютого будет працовать гараж и линия по теме изменений в системе оплаты коммунальных послуг. Только за два дни, на протягу яких працует линия, до специалистов за отломочениями звернулося свыше 200 человек. Какие пытания возникли у гомельчан, доведалась Марина Северьянова. У ближайшие дни же хоры Беларуси отримают студентские квитанции на оплату коммунальных послуг. Але уже зараз многие почали подличивать, кольки придется платить за воду, электричность, техобслуговывание по новых нормативах. Пытанию оказалось немало. До речи, ранее подобные звонки поступали на номер диспетчерской службы у Гомельской городской жилево-коммунальной господарки 115. Але их было так шмат, что вы решено было открыть гаражую линию. Задать свои пытания можно на протягу лютого у будние дни с 9 до 17 годин по номере 70 37 81. Люди, конечно, интересуются тарифами на жилищно-коммунальные услуги и изменениями, которые введены указом. Например, санитарная уборка подъездов, новая услуга. И второй вопрос, который их волнует в большей степени – это изменение оплаты за пользование лифтом. Разберемся, какие тарифы изменились и за какие послуги будем платить по-новому. Оплата за электроэнергию и газ повысится на 20%. Зуликам податку на добавленную вартость. Оплата за воду и канализацию, сходячи из попередних дадзиных, у зрасте прикладна у 3,5 разы. Это, когда семья не будет выходить за межи установленного что-месячного объема споживания воды. Нагадаем, зараз это 140 литров на человека. Что до корыстания лифтом, то оплата этой послуги поделится на два пункты. Раньше у нас была услуга, называлась «Плата за пользование лифтом». Люди платили 6 911 рублей за каждого проживающего, либо зарегистрированного в квартире, начиная со второго этажа, кроме детей до года. Значит, сейчас эта услуга разделилась на две. То есть сейчас появилась новая услуга техобслуживания лифта и плата за электроэнергию в лифтах. Вот техобслуживание лифта сейчас берется в зависимости от общей площади жилых помещений. И вот это у людей вызывает в основном много вопросов, почему все-таки так. А плата за электроэнергию возмещается по фактическим затратам, которые понесла эксплуатирующая организация и будет выставляться жильцам непосредственно по факту этих затрат, полученных по сведениям Гомелинерго. Норматив на оплату техобслуживания лифта уже затвержены – 617 рублей за квадратный метр квартиры. Например, для семьи из трех человек, которые проживают у квартиры площадью 48 квадратных метров, эта сумма в складе около 30 тысяч, плюс оплата за электроэнергию, что тратится на работу лифта. Это еще около 20 тысяч, отримывается 50 тысяч в месяц. Для правнания у Снежни было около 20. А кроме того, изменения отбылись и в системе оплаты техничного обслугования подъезда. Спиралику работ, прописанных у графе «Техничное обслугование», не которые будут выключены. Например, уборка дворов, рамонт покрытия проездов и проходов, догляд за зелеными насаджениями – все это оплатить мясцовый бюджет. А вот уборка подъезда уже за кошт насельництва. Усяго ж оплата коммунальных послуг у середнестатистичной двухпакайовой квартиры у зрасте прикладна на 230 тысяч. Сродки, зэкономленные у вынику реформирования системы оплаты послуг ЖКГ, плануются накеровать на проведение капитального рамонта у жильевым фонде.